Да, кстати, по поводу Вектора, на днях в телеграм-канале Легиона появилась сводка с фронта, и в том числе в ней было указано Белгородское направление, обещание дальше будет. Но в новогоднем обращении было упомянуто о создании новых подразделений Легион. То есть Легион планирует еще операцию в Российской Федерации, и, возможно, вы можете поделиться планами на 2024 год, если это, конечно, возможно. Легион растет. Легион растет и численно, и структурно появляются новые виды вооружений. Мы набираем силу. Поход Пригоржина на Кремль, он показал, что дойти до Москвы реально – это только вопрос сил и средств. Понятно, что за прошедшие полгода энтузиазма у защитников путинского режима, скажем так, не прибавилось. Начнись этот поход сейчас, его, мне кажется, поддержали бы по-настоящему. Именно поэтому Путин вынужден декларировать, скажем так, создание сил и средств для обороны Москвы. Почему? Потому что его придворная первая танковая армия, это Кантемировская и Таманская дивизии, были сильно потрепаны уже в начале вторжения. Мы помним, что парад Победы даже, там проехала грустная 34-ка, а больше показывать было нечего, потому что техника была задействована на войне. Поэтому Путин, естественно, декларирует защиту столицы, хотя непонятно, зачем ему это надо, потому что он в случае чего хватит свои чемоданчики и навалдай. Вот ему лучше бы там какое-то особое подразделение свое усилить. Но, тем не менее, это декларируется для чего? Для того, чтобы успокоить жителей столицы. Потому что Путина не интересует, какие настроения будут протестные в условном Саранске или Ельце. Да, Путина интересует Москва, Санкт-Петербург. Если там народ выльется на улицы, то эта толпа может его снести. Поэтому он и пытается показать столице, что она защищена, что никто не дойдет и можно дальше продолжать тот же веселый образ жизни. Опять-таки, надо понять, что все, что делает Путин, все, что он делает, все рассчитано на внутреннюю аудиторию всегда. Он создает некий виртуальный мир, спускает сверху вниз фальшивые новости и сам также снизу вверх получает фальшивую информацию. В принципе, все, что он делает, это называется рептильная реакция или управление. То есть нет стратегического планирования. Но сначала она делает ошибок, а потом начинает их исправлять. Поэтому такая система государственная, она ни к какой победе прийти не может. Она постоянно, принимая одни решения, более или менее неверные, постоянно идет в разнос, расшатывается. Естественно, расцепится это вопрос времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова